Не стоит сомневаться в силе молока. С таким девизом уже 85 лет идет по жизни заместитель начальника приемно-аппаратного цеха молочного комбината Ставропольский. Владимир Константинович Подколзин отпраздновал свой юбилей в родных стенах комбината, где трудится уже 57 лет. Уже, считай, 25 лет, как на пенсию ушел, уже второй трудовой стаж заработал на пенсии. Как расставить, как подойти, как отойти, все делал для аппаратчиков, чтобы было удобно, вдруг какая-то аварийная ситуация, чтобы можно было отбежать, отскочить, все, как говорится. Владимир Константинович начал работать на комбинате в 1963 году, когда еще предприятие называлось Ставропольский гормолзавод. В его трудовой книжке всего одна запись – МКС. Сейчас он является одним из самых незаменимых сотрудников предприятия. За кропотливый добросовестный труд он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, а также получил звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации. Поэтому такого выдающегося человека не смогли не поздравить депутаты Ставропольской городской думы. Сегодня я, вы знаете, открыл уникальность этого трудового коллектива. Вот с такими юбилярами, так сказать, и трудовой коллектив, он тоже уникальный. В чем его уникальность? С 1992 года по нынешний численность трудового коллектива не сократилась, а увеличилась в три раза. С 350 до 1035 человек. В коллективе около 30% ветеранов, пенсионеров. Больше 30% – это молодежь до 35 лет. Две трети трудового коллектива – люди с высшим и средним специальным образованием. Более 50 трудовых династий работает на коллективе. То есть коллектив настолько здоров, что люди отсюда, я бы так сказал, они не хотят уходить. Работу свою Владимир Константинович оставлять пока не собирается. Тем более, что она стала для него семейным делом. По его стопам пошел и сын – Александр Владимирович Подколзин. Он работает мастером в цехе по производству сыров. По признанию Владимира Константиновича, МКС был и остается для него источником силы. Дарья Семеренко, Павел Слеверстов, АТВ Ставрополь.